Безусловно, россияне и далее будут нести потери, потому что совершенно очевидно, тот вариант использования сил и средств российскими генералами, он типичен, и его российская армия используется со времен Второй мировой войны. Это огневой налет, и затем попытка малыми группами при поддержке бронетехники прорвать позиции своего противника, позиции украинских подразделений. Но так как наше подразделение достаточно плотно насыщено средствами противотанковой работы, и, собственно говоря, результат этой работы мы увидели во вчерашней сводке от генерального штаба, 35 танков, достаточно большое количество автомобильной и бронетехники было уничтожено только за сутки. То есть это потери, сопоставимые с потерями российской армии в первые дни их масштабной агрессии. Поэтому совершенно очевидно, что такая тактика не работает, и эффективность продвижения российских войск будет достаточно невелика. Потому как если мы вспомним с вами про забоевые действия, про контроль над Северодонецком и Лисичанском, то фактически активные боевые действия на этом участке фронта российско-украинского длились порядка 90 суток. За 90 суток продвинуться на 10-12 километров, это в масштабах войны ни о чем. Но тем не менее, россияне в ходе такого, в кавычках, успешного продвижения, потеряли как минимум на этом участке фронта до 7 тысяч своих солдат. Эту информацию озвучил представитель офиса президента Алексей Арестович. Также он сказал, что порядка двух батальонов танков было уничтожено на этом участке фронта. Думаю, такая же тенденция будет наблюдаться далее. Опять же, выходим из абсолютно чуткого понимания ситуации. Развитие дальнейших событий на этом участке фронта напрямую зависит от степени насыщенности украинских подразделений артиллерийскими средствами поражения. Мы видим, насколько уникальны реактивные системы залпового огня «Хаймарс», которые мы получили от наших западных партнеров, и насколько эффективна их боевая работа. Если в настоящее время украинская армия имеет уже 9 единиц «Хаймарсов», если в ближайшее время мы получим еще до 10 единиц такого типа вооружения, соответственно, и ситуация на линии фронта, не только на Восточном фронте, но и на Южном фасе Российско-Украинского фронта может коренным образом измениться, потому как РСЗО такого типа работает на большие расстояния, работает максимально точно, нанося при этом очень болезненные, очень чувствительные для российской армии поражения. Продолжение следует...